Итак, друзья, всем профита! С вами на связи самый прозрачный канал в сети интернет и в нише финансов. Устраиваемся поудобнее, чаёчек, кофеёчек, хорошее настроение и полетели ближе к делу. Сегодня с вами, я вам сегодня покажу все наши активы, все портфели, мы их с вами оценим и вы для себя сделаете выводы. Поэтому полетели! Кирюха сегодня без воды. Итак, друзья, у нас сегодня и биржи, и монетки, и портфели, в общем, всё-всё-всё, что вам нужно знать о том, что я делал все эти года. Итак, поехали! Первый у нас портфель на бирже OKX оценивается на сейчас 545 тысяч долларов, при том, что было заинвестировано 260 тысяч долларов, из которых 120 было выведено для того, чтобы стейкать Атом на Киплере. Итак, давайте посмотрим на Атом, чтобы это было не враньё. За стейкано 120 тысяч долларов, в рамках ещё того, что активы выросли в количестве, а цена пока стоит. Друзья, поэтому давайте 200к вот этих запишем, 200 тысяч вместе с серошкой, и добавим сюда у нас 545 тысяч долларов. Куда ты добавляешь? Плюсик 545 тысяч долларов. Есть! Всё! 745 тысяч долларов оценка активов. Смотрим, Атом стейкается и серошка стейкается. Давайте посмотрим активы на бирже OKX без субаккаунтов пока. Итак, поехали! Фандинг аккаунт. У нас здесь 428 тысяч долларов с половинкой. Итак, Соланка, Нир, Аваленч, Тон, Мина, Лайфпир, Флоу, Матик, Кардана, OKB. Покупал для лаунчпада. Зету мне насыпали. Инжектив тоже покупал. Значит, 0.5, Юфи для эксперимента. Стеллар, Алгорент, Битторрент. Итак, Села, Суши, Айота, Тезера немножко, да, и Луна у нас была насыпана в рамках Аирдропа после скама. Трейдинг аккаунт 115-116 тысяч долларов. Итак, 1 биткоин. Каждый хомячок должен иметь хотя бы 1 биткоин. Поэтому 1 биткоин. Линк, 1000 штук, Матик, вот, Феллкоин, Тезер, Юфи, еще половинка в сумме 1, Лайткоин, Старичок, Боровичок, надеюсь, полетит, Дайдекс, OKB и разные копейки, которые были в виде комиссии и т.д. и т.п. Все, это наш портфель на бирже OKX, основной, мы его часто видим, за ним следим. Прозрачно показал все активы и их оценку. Поехали дальше. У нас дальше портфель, это биржа Binance, оценка капиталов 4 битка, на секундочку, тоже большой, 474 тысячи долларов. Добавляем их сюда, плюс 274 тысячи долларов. Итак, уже в сумме миллион, ох, уже миллион есть, красота. Итак, давайте посмотрим на активы. Нир, биткоин, Матик, полигон, портал покупал для ключей в будущем. Вот, Superverse, это у нас проект Superfarm, который типа вроде бы умер, но воскрес и просто они полетели очень сильно, поэтому я доволен. Хоть и понимаю, что некоторые активы будут умирать и это, в принципе, нормально в рамках инвестиций. Полкодот немножко, Юни, тоже очень сильно в него верю, Зеграф, Кузама, немножко Соланы. Трон мы покупали для транзакций на будущее, Эфириум есть, немножко Тезера, Пепе покупали в рамках эксперимента на 300 баксов, он уже полетел, поэтому 3-ка долларов оценка. XRP, Диа, Пром, это кошелек какой-то был, и я купил тоже вроде бы ненамного, и оно полетело. Немножко Лайткоина, Айота, Сей, Ом насыпали в виде дропа. Шиба, это комиссии людей, которые торгуют на бирже Binance. Луна, Доги, люди, в общем, покупают всякую скаминскую штуку, немножко за комиссию, за 3 года понасыпало по 500, по 600, по 1000 долларов. Вот такие дела. Это по поводу биржи Binance, я думаю, тоже много получилось. Биржа Bybit, друзья, тут все очень просто, тут у нас биткоин покупается, биткоин прогресс аккаунт есть у нас в твиттере, давайте посмотрим, зайдем и посмотрим. Итак, биткоин прогресс, биткоин прогресс, мы тут с ребятами покупаем биткоин на 100 долларов каждый день, и тут оно все покупается, вот, и мы сюда все это записываем. 107% пионела на сейчас, покупаем с пика до дна, с дна до пика, то есть каждый день по 100 баксов в это инвестируем. Поэтому давайте смотреть на биржу Bybit. 263 тысячи долларов можно сюда добавить, плюс 263 тысячи долларов. Вот такие дела, отлично. Поехали, посмотрим активы. Полтора биткоина, почти 1,6. Значит, 2к долларов мы заинвестировали на Койнлист, и сейчас это стоит 62 тысячи долларов, при том, что еще 20% монет находятся в локе, их еще нужно развестить. Дальше у нас Эфириум, 10 монет, Соланка, Мантл, кэш на докупание, усредняние битка, вот, Элронд Еголд, Арбитрум и какая-то вот скамина насыпали, не знаю, что это. Все, это весь портфель у нас на бирже Bybit. ПНЛ, давайте посмотрим, он, понятное дело, не репрезентативный, потому что уже прошло около пары лет, а это 90 дней ничего не покажет, но, друзья, вот такие активы, кому интересно, фоткайте, смотрите, такие дела. По поводу биржи Binance, то же самое, давайте перейдем, посмотрим на ПНЛ, тут тоже можно взять настройку, взять, продолжить, и это показывается за 12 месяцев. Поэтому, друзья, нас это все заколебало очень сильно с командой, мы поэтому и строим свой стейкхаб, портфолио, чтобы вы могли все это трекать на года и знать точные цифры. Цифры не репрезентативные, потому что тут было 100к, стало 400к, что смотреть, куда смотреть, где вся история за все года, они ее просто не хранят, скорее всего, потому что очень большая нагрузка. Поэтому мы строим с ребятами проект The Space, друзья, приходите, инвестируйте, участвуйте в Сидраунде, мы его запустили. У нас уже на борту около 2000 инвесторов, мы вас тоже ждем, приходите, читайте, инвестируйте, будем вместе строить, и будет для всех полезные сервисы в рамках нашего продукта, проекта, канала и комьюнити. Вместе будет веселее, вместе, а зачем же тогда нужна аудитория, если нельзя как бы привлечь ее к своим идеям? Я же двигаю индустрию, пытаюсь двигать adoption и двигать свои идеи. Если вас они устраивают, вам они интересны, приходите, помогайте скаметроны, вперед, друзья! Главное это настроение и не бояться, потому что в скамину всякую выложите, ну а вы реального человека в его проект, я думаю, что немножечко можно и положить. Вот такие дела. Так, это мы оценили, сплюсовали уже 128 тысяч долларов. Так, субаккаунты на бирже OKX я еще покажу, дальше биржа KuCoin, тоже тут есть немножечко, покупал здесь Ethereum Classic, вот KuCoin токены для будущих их разных инициатив, тут есть разные тоже эти запуски разных проектов, Soti купил для эксперимента и Iron купил, вот, и вот там Minet, у него тоже есть халвинги, и я тоже хочу в этом поучаствовать, поэтому здесь он есть. Pepe тут тоже было на баксов 200-300, оно полетело, да, именно столько стоит, поэтому можете на это не смотреть. По мелочевке, в рамках мы разных экспериментов это все покупали, собирали, все это поднялось в цене, понятное дело, потому что уже у нас все-таки такая средняя фаза буллрана. Давайте все это оценим, 45 тысяч долларов, плюс 45 тысяч долларов, это немного, ну, для некоторых это очень много, поэтому такое. Дальше, биржа Nexo, сюда заводил активы, чтобы посмотреть, сколько набежит в процентах, если тут их держать, потому что тут дают процент. Друзья, неплохо так, 61К капитала здесь сейчас лежит, и давайте посмотрим, сколько набежало. Итак, набежал с 10 эфиров, набежало за 2 года 1 эфир. Круто, круто, мне нравится. Nexo токенов набежало немножко, Litecoin, Chainlink и даже 190 долларов в виде биткоина. Круто, круто. Итак, сколько здесь сейчас активов? Bitcoin, Ethereum 10 штук, вот Nexo 2K штук, Litecoin 66 штук, Link 322 штуки, Uni 300 штук и Ethereum Proof of Work, это просто насыпали в виде дропов. Все, дальше держу, доходность есть, прикольно, мне нравится, вот, плюс еще биржа, значит, она представляет страховку на сумму 375 миллионов долларов США. У компании BitGo, это компания, которая и аудит делала и является кастодианом, поэтому я здесь держу еще часть капитала. Поэтому давайте добавим его сюда, плюс 62 тысячи долларов есть. Так, вроде бы по биржам все, есть еще мелкие активы там на хобби, на разных других, но это пока основа. Могу что-то забыть специально для хейтеров, чтобы они там написали. Ах, Кирюховская метро, забыл, не показал. Друзья, у меня на самом деле кошельков, метамасков разных фантомов и киплеров очень много. И там есть какие-то копеечные эксперименты или монетки, все это показывать, ну, жизни не хватит. Я просто хочу прозрачно вам показать все, что я могу в виде основы. Самое главное, это база, потому что база кормит. Поехали дальше. У нас еще есть кошелек Киплер. Так, не, стоп, какой Киплер, Сашка? Не Киплер, у нас есть фантом. На фантом сейчас зайду, секундочку. Так, отлично. Итак, 43 тысячи долларов, из которых у нас самоед 36 тысяч долларов. Мы в него инвестировали. Давайте посмотрим, когда. Еще в 21 году. Лежит, не трогаем, потому что самоед это сила. У меня луна, собака, самоед тоже это ходлит. 43 тысячи долларов. У нас здесь куча разных токенов, поэтому держим и не переживаем. Плюс 43 тысячи долларов, при том, что еще Слима есть в пуле и куча монет есть в пуле. И еще насыпают кучу дропов, там Юпитеры, всякие разные эти проекты. Тут токенов просто мама не горюй. Ставьте на паузу, смотрите. Тут просто Габелла столько дропов, что мама не горюй. Что с ними делать? Потом все это продам где-то возле окончания бычки. Если смогу, то продам. Не смогу, но будет на память. Дальше Каспер мы покупали с комьюнити на Койнлисте тоже. Сейчас тоже зайду, посмотрю, покажу. Блин, что оно выходит с этих всех кошельков, с камина. Хотя это для безопасности нормально. У нас здесь примерно... Покупали мы там что-то за копейки. 2 тысячи долларов сейчас это стоит. Отлично, пусть стейкается. Потом посмотрим, что с этим будет. Ну, друзья, в общем, как-то так. Это основа. Вот, в принципе, где-то полтора миллиона долларов у нас есть капитала. Если все это собрать по крупицам с разных бирж, кошелечков, там еще плюс-минус. Ну, в общем, полтора миллиона долларов есть. Еще, друзья, раньше у нас было платное сообщество. У нас есть комиссии с бирж, понятное дело, рефералки всякие. В общем, друзья, мы потратили на нашу команду, на сообщество и на всякие разработки около полутора миллиона долларов. Еще и на благотворительность. Все это, друзья, ну, в сумме мы потратили где-то полтора миллиона долларов. Это большая сумма, но если бы не все это, то мы бы не смогли все это строить с вами и двигаться дальше. Поэтому вам всем огромная, огромная, огромнейшая душевная благодарность за то, что вы пользуетесь нашими реферальными ссылками на бирже. Потому что это, я вам в открытую говорю, очень сильно помогает нашему каналу и нашей команде. Потому что я всем плачу деньги. И люди работают фуллтайм. Где их брать? Или идти к Ирюхе на завод работать и больше вам контент не делать. Варианта два, да? Поэтому всем огромное спасибо и низкий поклон за инвестиции, за поддержку, за реферальные ссылки и за ваши торговые комиссии, которые биржа берет себе и нам отдает часть в виде кэшбэка. Так, друзья. И самое интересное, вы просили, тоже показываю. Мы делали с ребятами годика, так, 2-3 назад. Торговый эксперимент на 100 монет и на 30 монет. Вот, давайте посмотрим, что с ним сейчас. Тут цены, такие, которых вы никогда, наверное, больше не увидите. Давайте открою вам. Первый портфель на 30 активов. Это у нас здесь CRV, Doggy, EOS, IOTA, Neo, Ethereum, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash, Ethereum Classic и так далее. Из которых эфира больше всего это долларов 300, Litecoin долларов 300 и остальные монеты по 50 долларов. Скриньте и смотрите. Итак, друзья, самое прикольное. Doggy мы еще в прошлом цикле зафиксировали. 250 баксов. Все остальное не трогали. Значит, Ethereum здесь по цене, друзья, значит примерно 1200 долларов. И самое интересное, что Litecoin дал убыток 114 долларов, а Ethereum его перекрыл. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит данный портфель. Итак, друзья, вот он. Значит, что у нас здесь? Здесь эфир, вот 250 долларов зафиксировано. Ethereum Classic, Litecoin, HIF и другие монеты. Вот они все. Monero делиснули, потом я это все выведу и продам. Сейчас это стоит 2700, при том, что Doggy мы зафиксировали, некоторые монеты упали, некоторые выросли. И пока это держится. Альцезона пока нету, поэтому все эти активы стоят. Но самое прикольное, что тут есть монетки, которые стоят просто настолько низко. Я вам покажу для сравнения, во что это может превратиться дальше. У нас есть портфель на 100 активов. Давайте посмотрим его. Вот 100 активов. Некоторые активы мы фиксировали, некоторые нет. Тут есть, друзья, Matic по цене 003 доллара. Гляньте, жесть. По 12 долларов на 1200 долларов мы 100 активов купили. Гляньте. 12 баксов превратилось в 245, а Matic даже еще не начал расти. 12 долларов в Doggy уже 210. В вальсезоне это все полетит. Вот плюс-минус. И мы с вами еще больше вытянем. Давайте посмотрим. 1200 долларов сейчас оценивается в 3500 долларов. Matic, Doggy, BNB и так далее. Гляньте. Некоторые активы падают, некоторые активы растут. И, в принципе, я считаю, что 100-200% в рамках 2-3 лет это отличный результат. Но мы еще с вами не вальсезоне. Поэтому, понятное дело, что у нас какие-то активы пока еще стоят. Даже сохранить активы в рамках 2-3 лет это тоже большая задача. Поэтому, друзья, будем эти портфели с вами фиксировать уже дальше. Когда у нас все полетит и будет альтезон сумасшедший. Сумасшедший. Думаю, что вытянем с вами сумасшедшие цифры. И я покажу, сколько получилось за 3-4 года от года к году прироста на капитал. Будет интересно посчитать вместе с вами. Поэтому не серчайте, не кричите, не хейтите. Это все были мои эксперименты сообщества. Вот. Это все окей. Мы тогда, когда их делали, понимали, на что мы идем. Вам покажу уже потом результат. Это все мы не учитываем как мои инвестиции. Поэтому я это и не показываю. Дальше, друзья. Самое интересное. На бирже OKX у меня есть очень много еще всяких портфельчиков в виде эксперимента. Итак, давайте посмотрим. Самоед. Это у нас портфельчик Луны. Моей собаки. Просто собрали. Там только самоеды. Она их ходлит. Вроде бы на 2К долларов. Сейчас это стоит 7500. Давайте посмотрим на волатильность этого портфеля. Она сумасшедшая. Гляньте. Она просто сумасшедшая. Поэтому Луна пока лучший инвестор. 2К долларов превратилась в 7500. Луна держит. Луна ходлит. Дальше у нас еще. Давайте посмотрим, что еще есть. Итак, 1000 на фьючах. Вот я там ставил лимитки. Пока это, друзья, оценивается. 1500 долларов. Ну, пока еще ничего. Хоть и ICP вырос. Еще один портфель. 1000 на инвестор. Тут больше. Тут намного больше. Тут где-то мы с ребятами докидывали около 2. Тут было 2-2,5 тысячи долларов. 6500. Сейчас это стоит. Давайте посмотрим на общий прирост. Да. Все отлично пока. 6 месяцев истории. Больше истории нету. Поэтому показать не могу. Придется вам верить мне на слово. В общем, нет смысла обманывать. Я, в принципе, из этого ничего не получу. Едем, друзья, дальше. 1000 спекулейт. Что у нас здесь? Тут мы тоже докидывали с ребятами. 7000 долларов. Ё-моё. Габелла. Ну, Солана, конечно, все сделала за нас, друзья. Все сделала за нас. Хоть я здесь и не особо спекулировал. Но Солану держал. Ну, вот вам и результат. Если бы спекулировал, уже давно бы ее продал. И ничего бы с этого не забрал. Было бы очень мало прибыли. Поэтому делайте выводы, друзья. Если бы я спекулировал бы с Соланкой, я бы ее купил бы по 15, продал бы по 35. И так бы на этом и осталось. Поэтому я именно ею не спекулировал. И, в принципе, 70% доходности это ходл Соланы. Ну, вот такие дела. 100 Coin Case. Покупали 100 активов в рамках падения крипторынка. Это были просто активы, которые нам нравились чем-то. Значит, 1000 долларов. Кстати, вот если бы я за ним следил, то я бы этот TRB тогда продал с полета. И уже было бы больше прибыли, чем сейчас. На процент. Ну, было бы 1002 баксов. Но мы же не спекулируем. Поэтому я их держу. Все эти портфели я держу. Вам покажу потом результат. Итак, это 100 Coin Case. Потом 100 долларов. Это тоже какой-то был портфель в виде эксперимента. А это было на 100 баксов. Биткоин, эфир, атом и все. 176 долларов у нас здесь. И мы заработали с вами 63%. Друзья, для многих хомячков это ничего. Они скажут, Крюха, ну ты что, издеваешься? На 100 баксов 76 долларов заработал. Друзья, это и есть инвестиции. Вам нужен объем и капитал, чтобы с него делать много денег. Ну, а хомяки хотят историю про иксы. Поэтому они будут свои 100 баксов. Покупать на них надкоины. Разные шибы, пепи. И покупать до бифхета. И потом им габалина у вас у всех. 99% людей, которые так будут делать, потеряют все свои деньги. Вот такие дела. Поэтому или делайте капитал, зарабатывайте деньги. А потом приходите их и инвестируйте. Потому что инвестиция это про капитал. Он есть, тогда инвестируй. Нет капитала, зарабатывайте. Вот и все. У меня тоже YouTube это работа. Мне YouTube на пике рынка приносил 15k долларов. Это целая работа. Монтаж, превьюхи, идея. Нужно еще и постараться. Поэтому, друзья, работаем дальше. Главное с улыбкой, с экспрессией и с настроением. Дальше. 100 долларов 2. Просто в другом соотношении портфель был собран в рамках активов. Тоже интересно. Давайте посмотрим. Это были альткоины. Ну, понятное дело Солана. Она-то все здесь вытянула. Давайте посмотрим. 200 баксов это стоит. Пока эффективность этого выше. Но это пока. Что еще? Мы тут собирали 100 долларов 3. Это был третий портфель на 100 баксов для новичков, хомячков, у кого абсолютно нет денег. Тоже примерно средняя доходность. Вот здесь у нас Соланка сама. Ну, понятное дело, что самое прикольное. 4 актива все сделали. Солана, Самоед, Тон и Линк. Ну, такие дела. Дальше. Но это пока. Это все пока. Так, дальше у нас комьюнити портфолио и метавселенная. Так, что это за комьюнити портфолио, я уже не помню, но я вспомню, потому что я пересмотрю, все записано. Вроде бы мы здесь собирали разные активы и пока все окей. А, на косарь баксов. Вроде бы мы здесь все это собирали. Да. Пока отлично. Пока отлично. Это у нас Биткоин, Солана, Эфириум, Пепи, Нир, Тон, Самоед, Линк, ГРТ, АВАКС. Это, а, я вспомнил. Это мы с людьми. Люди мне диктовали в сообществе активы и мы их собирали в рамках портфеля. Вот. И мы вот такой портфель собрали. Пока все окей. Все хорошо. Тут много активов. Вот. Ну, и все это пока лежит. Что еще, друзья? И еще у нас здесь метавселенные. Что с ними? Давайте посмотрим. Это самое, наверное, интересное, что же с этими метавселенными. Тут, думаю, Габелла будет полная. Но нужно было такой эксперимент собрать. Итак, друзья. Вроде бы косарь баксов мы сюда положили. Если я не ошибаюсь. Да. Косарь баксов примерно. И это, друзья, Мана, Сент и Блоктопия. Посмотрим, что с ними будет в рамках уже полета. Пока профит, гляньте какой, все упало на 75% в рамках, в принципе, профита и доходности. А сколько здесь было в сумме получается? Так, 700 долларов, 800. Тут тоже, по сути, 800, 1600. Короче, тут убытки такие неплохие. Процентов, наверное, 60-70. Вот вам и метавселенные. Вот вам и игры и разные мемкоины. В общем, всем этим активам Габелла, вот, потому что люди разочаровываются, уходят и их продают. Поэтому они так сильно и падают. Все эти Пеппи, Догвивхеты, Ноткоины, если у них не будет продукта, то им Габелла. Ну, а если будет, то красавцы попали в продукт MarketFit и заработали огромный капитал. И себе, и люди на этом заработали. Но все равно большинство потеряет, потому что это рынок. Он так создан. Поэтому я и покупаю на большой капитал сильные активы, в которые верю. И пытаюсь быть в тренде, чтобы за этим всем следить. И ребалансироваться, если нужно. Хоть я этого очень не люблю делать. Выбор был очевиден. Это Solana, это NIR, это Bitcoin, это ETH, это AVAX, это Atom, это MultiverseX, это TONE и так далее. Все мои активы вы знаете. Поэтому я вам это все показал. Жду вас в нашем сообществе по ссылке в описании. Мы дальше с ребятами, друзья, кликаем Bloom. Вот, гляньте, сколько уже у нас тут людей. Ссылочку оставлю в описании. Уже гляньте, сколько. И я буду раздавать все, что мы отсюда получим, сообществу на стриме в онлайне. Мы очень часто такое с вами делаем. И по The Grass'у раздам. И вот это. Просто беру, объединяю людей. Вот, делаю компании Bloom приятно. И вам тоже делаю приятно. Поэтому, друзья, ссылочка в описании. Приходите к нам в сообщество. На Bloom заходите. Кликайте, значит, формить. Выполняйте задания. Ну, и будем вместе одной семьей это двигать. Ну, и, друзья, самое главное, самое главное. Я вас жду. Ну, уже нашим инвесторам в The Space. Если вы не хомячок, а трушный ходлер, инвестор. И вы готовы двигаться, помогать и творить в этой криптоиндустрии. Вот такие дела. Поэтому, друзья, думаю, что мы с этой цифрой с вами сделаем миллиончиков так 10. В итоге, за пару лет, и я вам это покажу, и когда-то будет у нас конфа, и мы это отпразднуем. Я прозрачный. Да, это стрёмно показывать свои ресурсы. Думают люди, что деньги любят тишину, но мне нечего, в принципе, бояться. Я прозрачный человек. Все эти активы лежат на разных счетах. Раздиверсифицированные. Чего мне, в принципе, бояться. Ну, а хейтерам привет. Вы говорили еще годика 3-4 назад, что Кирюха соскамится. Ну, как-то не получилось, друзья. Поэтому едем дальше. Хейтеры, самые ценные мои фанаты. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Лайки, комментарии и подписки. Огромная, огромная благодарность за все, что вы для меня делаете. В том числе и регистрация на биржах по реферальным ссылкам. В том числе и всякие партнерские штуки. И, друзья, за то, что приходите в сообщество. И мы с вами там общаемся и строим вместе одно сплоченное сообщество. И едем дальше. Не переживаем. Не скорбим. Скоро, скоро все будет. Друзья, немножечко терпения. Ну, а для терпения нужно пить хорошее кофе свежемолотое. Или добротную кружку шикарного чая. Все, друзья. Всем пока. Думаю, что вам передал ходу настроение. Все показал. Все, что, в принципе, и говорил. Как оно было, так оно и было. Я ничего не стесняюсь. Были ошибки. Были разные фейлы. Но это все я вам показываю в виде опыта, чтобы вы могли научиться. И какой-то вывод для себя полезный сделал. Все. Пост сдал. Ушел спать. Покетом. До связи. До спейс, друзья. Даст спейс. Даст всем даст. Кто еще вам даст, если не даст? Прям рекламу какую-то можно, Сашка, сделать. Прикольно. Вот скометрончики лютые. Ну, скажут, Кирюх, это ты вообще зажрался. Полтора ляма на счету, блин. И шо? А пахать сколько надо? Пахать сколько? И не бояться покупать на падении. Нир по доллару. Соланку по 8, по 10, по 15. Шо? Легко это? А еще и потом посидеть. До 200. И не продать. Это шо, легко? О, яйца надо просто, блин, вольфрамовые иметь.